Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Очередные новости у нас 23 градуса. Хорошо, сейчас пойду малину собирать. С утра попасусь немножко. Представитель Трутнева объяснил его приезд в Хабаровский край. Какой-то Трутнев, представитель президента в Дальневосточном федеральном округе. Ну, почему прибыл? Понятно. Только мне непонятно, почему приезд. Ребята, в Хабаровск приехать нельзя, в него можно только прилететь. Я вам говорю, как очевидец. Кстати, я вам не рассказывал, как я самолёт один раз захватил в Хабаровске. Да, лично я. Ну, там смешная история. Мы летели с родителями к месту службы отца из Саратова на Чукотку. Приземлились в Хабаровске, а нас из самолёта выгнали в аэровокзал, или как он тогда назывался, аэропорт. В общем, там холодно, скучно, маленький аэропортик. А я громогласный был. Кстати, меня когда из роддома выписывали, там нянечки стояли на крыльце, крестились, плакали, наконец-то меня выписали. То, что я орал бесперечь всё время, пока лежал. Вот, потому что я гораздо позже выяснил, у меня непереносимость лактозы, и от материнского молока у меня всё время живот болел. На чём я остановился? Ну, и вот я маме сказал в этом аэропорту, говорю, мама, так громко, а почему мы здесь сидим? Пойдём в самолёт, там тепло. И вот так люди между собой дыл-дыл-дыл-дыл-дыл. Малец, правильно, говорит, мне лет пять тогда было, да. Вот, и мы все пошли в самолёт. И так вот забрались, там трап так и стоял, забрались. Они так не ожидали, как это так, мы заправляемся, вы что? А мы уже всё расселись. Вот, они там что-то сидели у себя в кабине, из тюардессы, в общем, пусто было. Ну, вот, вышли, и командир говорит, давайте-давайте назад, а мы закричали, нет, прикиньте, да. А он спрашивает, а кто вас надоумил, а никто меня не выдал, между прочим. Ну, и вот, в общем, договорились так, что мужики назад все пошли, а женщины с детьми могут остаться. Нас там много довольно было, в основном офицерские жёны, чё там говорить. Ладно, ух, я отвлёкся-то, а, ёлы-палы. В России предложили компенсировать затраты граждан на удалённую работу. Ну, это предложили, ребят, предложили, предложили, ну, а толку-то, толку не будет никакого. Более 15 тысяч случаев коронавируса выявлено за сутки во Флориде. Мама родная, а? 15 тысяч? Ух ты, чёрт возьми, это рекорд, да. Плохо это. Байден побеждает на первичных выборах в Пуэрто-Рико. И тот самый Пуэрто-Рико, который Трамп хотел продать. Кому интересно? Да Путину, наверное, кому же ещё-то? Да, была бы республика, Пуэрто-Риканская республика. И там сидел бы коммунист главным, да. Чё меня сегодня несёт-то, а? В России создали новый лёгкий броневик-стрела. Он даже легче воздуха. Точно, ребят, ох ты! Его можно транспортировать на внешней подвеске вертолёта Ми-8. А Ми-8 можно транспортировать на внешней подвеске Ми-7, а тот на Ми-6. Представляете, какая колбаса летит в воздухе? Да! Пять примеров, как актёры учат наизусть длинные роли. Мне бы что-то понравилось. Слушайте, ребят, я всегда думал про актёров. Как они учат роли? Как они учат роли? Ха! Оказывается, не все учат. Не все, да. Та-та-та-та-та. Ну, вот тут вспоминает Белявского. Вот это единственное, единственное, который помнил сцену вообще прекрасно. Он мог озвучивать роль спиной, не глядя на экран. То есть на подсказку. Это в кино, да. Но вот выучить роль в кино, это куда не шло. Там снимают дубль за дублем. Это ерунда, да. А в театре, в театре сложнее. И вот тут интересный приём. Александр Абдулов. Ему писали текст на больших листах ватмана и развешивали плакаты с текстами. Елена Яковлева тоже пользовалась написанными текстами. Шакуров использовал аудиофайлы, куда он сам надиктовывает сценарий. Ребят, в общем, сложности есть, оказывается. Не все такие вот ах, прям вот ах, 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 да. Вот так вот. А вы как думали? В театре. А в своё время ещё были телеспектакли, да. Там вообще тоже путались по-страшному. Потому что в спектаклях монологи большие. А в телевидении раньше, ну, жалко было вот эту плёнку и так далее. И снимали всё с первого раза. Без дублей вот телеспектакли, чтобы вы знали. И вот так вот телеспектакли смотришь, часто путаются. Ну, старинные, я имею в виду, да. Так, защита обжаловал арест Фургал. Ну, конечно, обжаловали. Апелляционная жалоба на заключение под стражу. Это понятно. Так, и что ещё? Быкову, красноярскому бизнесмену Быкову предъявили новое обвинение. Ну, я знаю, что он бандит. Вот это точно, что он бандит. Ну, ребят, вот уже смотришь, и этого посадили, и Фургала посадили. Что-то здесь не то. Что интересно, когда Быкову посадили, никто ничего не выступал. А вот на Фургала прям как-то раз, и толпа поднялась. Но у меня об этом будет ещё разговор. Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России. Ох, я помню, Брежнев ещё обещал к 2000 году всё решить. По-моему, Брежнев. Жилищный вопрос или кто-то после него, не знаю. Ну, решали. Или Горбачёв к 2000 году. Ну, в общем, всё время обещают, да. Девушка упала с обрыва и разбилась насмерть во время фотосессии семьёй. Конечно, кошмарный случай. Я бы не стал про него говорить, но дело происходило в Америке, да. Гранд Каньон, штат Аризона. Но что самое интересное, вот этой девушке, знаете, ей сколько лет? 59 лет. Мария Андреас Альгагдо Лопес. Ну, в общем, испаночка, да. Фу, 59 лет, девушка. У неё семья, у неё дети. А почему же у неё девушкой это называют? Вот как-то странно. Лента Ру, да? 59. Ну, я бы не стал. Хотя для меня 59 – это вообще девчонка. Москвичи пожаловались на сходки десятков таксистов во дворах. А это что ещё такое? Водители Яндекс.Такси в течение нескольких недель регулярно устраивают сходки во дворах жилых домов на юге Москвы. Это странно, ребята, странно. Десятки. Так в районе Люблино. Почему они там? Никто не знает. Странное что-то творится. Турция поддержала Азербайджан в конфликте с Арменией. Ну, понятно, что Турция поддержала. Но я так думаю, что, ребят, это не стоит вот раздувать. Это такой больной нарыв, вот этот Карабах, да. И вот они поддерживают ещё. Бла-бла-бла. Уж ты бы лучше молчала бы. Лукашенко посоветовал лечить коронавирус мёдом. А что, коронавирус к мёду прилипает, что ли, да? Вот Путина можно как угодно назвать, но дебилом бы я его не назвал. А вот Лукашенко вот просится, просится. Что-то весьма неприличное на язык ко мне просится. Золотую судью Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий. Ну, помните Красноярск, Краснодарская. Краснодарская судья Хахалева, которая закатила свадьбу, на которой присутствовал Басков, Меладзе, там миллионы у неё на это дело ушли. И всё-таки, всё-таки её отстранили. А скандал, знаете, когда был? В 2017 году. И с тех пор она три года ещё судила. Судила. Вот в таких кавычках. Вот в таких кавычках. Ух, Краснодар. Ну, я вам говорил, что Краснодар, два города, Краснодар и Питер. Я их не люблю. В РПЦ оценили степень адекватности опального священника. А свою степень адекватности они не очень. Ну, вообще-то, да, он предложил это себя вместо Путина. Давайте поменяемся. Представляю, Путин с кадилом, да? Так. Или, нет, Песков бы кадил носил, конечно. Вообще-то, у меня фантазия заработала, ладно. В Москве появится пляжная зона с бассейнами и со снежными горками, да? Ну, что-то вот изобрели. Кстати, здесь вот американцы, что интересно, они это... Вот едут, ну, допустим, во Флориду, да? А в море не купаются. Ну, как в море купаются? Там волны какие-то. Купаются в бассейнах. Я первый раз увидел, очень удивился. Павел Крашенинников. Поправки в Конституцию убирают возможность кризиса власти. Ну, он прав совершенно. Какой же кризис, если там Путин сидит? И всё. И всем рулит, да? Так. Так, в Роспотребнадзоре назвали насекомых пострашнее комаров. Страшнее комаров я никого не знаю. Ну, вот они считают, что мошка страшнее комаров. Да ну, не знаю. Мошка, она назойливая. Она лезет в глаза, в уши. Мы в Сибири, когда жили, вот на нашем домике с наветренной стороны, вот такой вот слой был вот этой мошки. Я не провеличиваю. Да, я линейкой измерял там сантиметров 8, получается. Копошаться, да. Ну, ничего хорошего нет. Ну, вот крайне болезненный укус. И, ну, все беремушки не кусаются. Ну, где-то ещё она и кусается. Ну, в смысле, вот в Тюменской области конкретно там, где я жил, там не кусается. Ну, скорее всего, есть и кусающиеся индивидуумы. Ростуризм и Росконгресс запустили совместные онлайн-проекты. Боже мой, ещё Росконгресс. Я понятию, что такое? Фонд Росконгресс. Ну, попилят бабки, да и всё, делов-то куча. Господи. Норвежский эксперт предрёк распад США на несколько государств. Ах ты! Ну, и на какие же, а? Первыми на отделении стоят Алабама, Южная Каролина, Джорджия и Луизиана. Вообще-то, хотел это... Техас вроде когда-то отделяться. Да, ничего не будет. Матвей Гонопольский. Во, интересно, да, кусок эфира за какого-то губернатора. Ну, он начинает с Навального, там, чё, говорят, ругают Навального. Надо их жалеть, холить и лелеять. Какая есть оппозиция, такая есть. Потом он говорит, что вот, смотрите, и Павловский ещё об этом говорил, лозунги вот Навального, оппозиции, да, они не попадают в болевую точку общества, вот, которые бы подняли общество. Вот он, ну, там, допустим, уточка медведева и так далее, ну, все посмеялись и всё. А вот бах, а вот поднялись из-за того, что арестовали губернатора, да. И теперь вторая вещь, которая меня действительно поразила, это то, что регион вдруг взял и встал за какого-то губернатора. Ну, действительно, умом Россию не понять. Для меня это тоже было вот шоком просто. Как это так? Взяли и встали за губернатора. Ну, дальше он говорит, этим, конечно, должны заняться социологи. И что интересно, вот они не отстраняются от него, но то, что от него, то, что его обвинили в убийстве, даже в нескольких убийствах, наоборот, выходят за него на улицу. Непонятно. Просто люди взяли и вышли. Что для меня это означает? Дальше я подписываюсь под каждым словом. Это означает справедливость утверждения тех людей, которые говорят, что в Российской Федерации всё начнётся неожиданно и всё будет быстро. Я тоже всегда об этом говорю. Мы не знаем, с чего начнётся. Вот, ну, не знаем абсолютно. И всё быстро кончится, да. Причём предугадать, сколько бы ни забрасывал Кремль деньгами или что-то такое дело, всё будет перпендикулярно. Понимаете? То есть, это вот вне зависимости. Как вот это выступление в Хабаровске, оно было вне зависимости от всякой там оппозиции, Навальных, Ходорковских и так далее. Просто сами встали и вышли. Причём не голодные вышли, не из-за голода, вот это российский бунт, да. Вот, просто вышли из-за своего губернатора. Ну, в данном случае я уже говорил, что то, что вот они голосовали за него, и вдруг в них плюнули. Вот, просто забрали и всё, да. Да. И вот дальше, дальше очень интересно. Это не будет следствие. Это будет странное решение граждан, которых что-то, вот как в США, с гибелью этого чёрнокожего. Полыхнула вся Америка. Да, ребята, это тоже. Но в Америке это дело, оно, понимаете, оно развивалось вот где-то вот под ковёрно, да. Вот когда Обама был президентом, очень много было, знаете, сериалов каких-то с чёрными, очень-очень много было, да. Так вот, как-то они немножко, вот эти ребята, да, афроамериканцы, они успокоились. А Трамп, он белый, причём он не просто белый, он какой-то розово-рыжий, да. И вот при нём, да, вот полыхнула вся Америка. И дальше он говорит, я всё время отвлекаюсь, вот оно что-то зреет и зреет, и после этого вдруг бах, да, прискорбный случай. Ну, да-да-да-да-да. Поэтому я бы с этим поздравил Путина, потому что он не знает Российскую Федерацию, он только знает, что её можно либо деньгами, либо силовиками. Ну, вот так вот, ребята. Подарок для Путина, да. Неожиданность большая для всех. И для меня тоже. Алла, подождите немножко сейчас. Рабочие в Амурской области... Опс, вот ещё, ребята. Вот сейчас это на трендят, на Твиттере, и скоро появятся в новостях. Я имею в виду на Яндексе. Рабочие в Амурской области из-за скотских условий работы устроили бунт и разнесли офисы на стройке газоперерабатывающего завода для Газпрома. По словам рабочих, им не выплачивают положенные им копейки уже три месяца. И действительно, они вынесли офисную технику, раздолбили всё там. Да, 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 да. И дальше вот опять на Твиттере ничего необычного. Просто росгвардейцы убегают от разъярённых мигрантов на Амурской ГПС Газпрома. Это не толпой на одиночных пикетах журналистов крутить. Тут реально навалять могут. Поэтому лучше схватить дубинку, щит и дать, ну, короче, свалить тут дальше матом. Эх, бегут. Вот разгвардейцы бегут свой автобус со страшной силой, а в них камнями ещё бросают. Офигеть, офигеть. Жириновский, который орал на трибуне, вместе со Сваил ДПР дистанцировался от протеста в Хабаровске. Завёл и отскочил. Это у меня рыжий такой. Вот он начинает гавкать, гавкать, гавкать. Миша спит, потом Миша идёт разбираться, драться, если что. А рыжий вокруг скачет. Давай, давай, давай его, давай. Кусай, кусай. По немецкому ТВ показывают Хабаровск. Ребята, я сразу залез на наш этот, на Яха, да, то же самое показывают Хабаровск на нашем Яха. Протесты. Интересно тут называют, значит, как по крайней мере 10 тысяч протестов. Ну, протестующих, да. По крайней мере 10 тысяч. Ну, больше было там, конечно. Ну, не 40, не 60. И А. Панорама. Марвел предложил Схиегумену Сергию вступить в отряд Мстителей. Комментарий. Молотый щит не победит. Крест и кадила. Вот суперсила. Ох, чёрт возьми. Дальше. Михалков уже выколол себе глаз и готовится играть Ника Фьюри. А я не помню, в какой серии глаз ему. Наверное, я не досмотрел. Я видел это. Мне очень понравился сериал. Так. Названа стратегическая цель России. Владимир Путин предложил кардинальное решение по молодёжи. Президент РФ заявил, что страна должна стать одним из лидеров в мире по качеству общего образования. И это Царьград передает. Тот самый, где не арестовали, а штрафовали редактора. Да, уж по образованию. Вот смотрите. Несложные, в принципе, вопросы. Почему-то вот любители совка начинают от них необъяснимо корчить. Простой вопрос любителям совка. СССР. Тут даже так. Я простой зумер. СССР не застал. Поэтому просто хочу разобраться, несколько вопросов по советским ценам. Допустим, 70-е, 80-е. Первое. Сколько стоило в СССР заказать доставку пиццы? Сколько в СССР стоило капучино на вынос? Сколько в СССР стоила горящая путёвка в Париж? Сколько в СССР стоила ксерокопия А4? Сколько в СССР стоило строительство или покупка трёхэтажного дома под ключ? Сколько в СССР стоила пачка памперсов? Сколько в СССР стоила видеокассета с художественным фильмом Крёстный отец или Эммануэль или Звёздные войны? И тут ответы, вот комментарии, комментарии. Это просто, знаете, это, ну, листочек. Ну, в смысле, где-то он взял вот этот вот, значит, репрессированный электрик, да, на Твиттере. Вот, и вот тут в комментариях, значит, делают крики, делают ссылки на комментарии, что там это. Пища и капучино – это единственное, что вам нужно, ну, что отвечает. Так, дальше. Ах, когда в СССР этого не было, то этого не было и за границей. Ага, ага. Потом вот ещё один твит. Господи, кто вас родил, идиотов? Ну, в общем, вот как-то так, поняли, да? Марина Молчанова. Упущено главное. Схиегумен Сергий предложил Путину передать полномочия президента ему. Обещает в три дня навести порядок в России. Интересно, тётя переворачивает. Блин, передача КГБшным завклубам полномочий бородатому уголовнику с пятнахой отсидки. Долбаные попкорнные фабрики, вы же разоритесь. Ну да, кушайте попкорн и смотрите, что будет. Так, опс, ускорение российской экономики отложили на 10 лет. Помните, Путин обещал, говорит, 2020 году, то это, зарплату 2,5 тысячи долларов и так далее. Ну вот, в связи с коронавирусом, это отложили ещё на 10 лет. Так, и последнее. Давайте поздравим Леонида Гозмана с 70-летием. Это Геннадий Гудков пишет. Леонид Яковлевич – настоящий боец, мыслитель, талантливый публицист. Ну, я его всё время цитирую, конечно, Гозман молодец. Лёня, тебе здоровье, сил, терпение и вкусить плоды нашей общей победы. Спасибо, Геннадий. А вот сразу Леонид тут. Ну, в общем, ох ты, профессионального болтуна, бездельника, русофоба. Ну, вот, это уже тролли, тролли, тролли. У меня тоже много... Знаете, у меня тролли, как-то вот так вот они появляются и исчезают. Ну, видимо, у них разнарядка там вот. Ну, вот на доктора Влада там вот пять человек по пятнице там вот так. Как-то так. Наболтался что-то, я даже устал язык у меня. Всего хорошего. До свидания. До завтра, ребята. До завтра. Пока-пока. С вами доктор Влад.